Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об очень опасном виде мошенничества, с которым я сама столкнулась. Сразу скажу, это мошенники с сайта Авито, которые находятся на этом сайте, находят наши телефоны и наши имена. Недавно я стала получать сообщение вот такого вида. Запомните вот этот телефон и запомните, что это именно мошенники. Галина это Мариана, тут фото на обмен и ссылка. То есть любопытному человеку сразу хочется посмотреть, а что там такое, нажать эту ссылку и туда перейти. Ни в коем случае делать этого не нужно. Я вам расскажу почему, но сначала покажу остальные мои сообщения. Так, вот посмотрите, еще один номер телефона, аналогичное сообщение, но уже другая ссылка. Опять фото на обмен, хотя я никакие фото на обмен не выставляю. У меня все мои фото находятся в свободном доступе на сайте Одноклассники или на сайте ВКонтакте. Поэтому меня это сразу вызвало подозрение. И сейчас я покажу еще одно сообщение. И вот посмотрите, еще одно сообщение, еще один номер телефона. Запомните его тоже. Это тоже мошенники. Таких мошенников очень много. Затем я, конечно же, сразу не переходила по этим ссылкам. Я решила погуглить. Когда я погуглила, я просто пришла в ужас. Значит, здесь есть несколько вариантов развития событий. Если мы переходим по этой ссылке на этот сайт, то прежде всего наш телефон может сразу же набрать в себя очень много вредоносных вирусов. Причем настолько вредоносных, что телефон может просто превратиться в бесполезный кирпич и вообще не реагировать ни на что. И чтобы его вернуть к жизни, нужно затратить много сил, времени и денег. Это один из вариантов. Второй вариант гораздо хуже. Если мы перейдем по подобной ссылке, то мы можем попасть на такие вирусы, которые получат доступ полностью ко всем данным нашего телефона. То есть по всем логинам, паролям. То есть эти люди смогут взломать наши соцсети. Все наши соцсети. Но это еще полбеды. Они могут получить доступ ко всем нашим банковским картам, к Сбербанку онлайн, если в нашем телефоне хранится эта информация. И одна из женщин, которая пострадала от действий таких мошенников, она рассказала, что мошенники с помощью вот такого вот СМС, когда она перешла по этой ссылке, получили доступ к ее банковским и кредитным картам. И она потеряла массу денег и даже не смогла их вернуть. Поэтому никогда не переходите по этим ссылкам. Никогда вообще не реагируйте на них. Если к вам пришли вот такие сообщения, нужно сразу же удалить эти все сообщения, а телефоны эти заблокировать, чтобы эти люди больше не могли вам ничего не написать, не позвонить и так далее. Запомните, это очень опасные мошенники. Сейчас их развелось очень много. И даже сам сайт Авито предупреждает всех нас, что никогда не нужно переходить ни по каким ссылкам. Потому что эти мошенники находятся на сайте, они там ищут наши номера телефонов, наши имена, вот что вызывает доверие. И потом пишут людям вот такие сообщения. Это массовые рассылки, а вось кто-нибудь и среагирует. Поэтому я прошу всех, кто может, поставить лайк, прокомментировать, если есть. А самое лучшее поделиться с друзьями, чтобы все остальные люди знали, что существуют такие мошенники. И с этим мошенничеством нужно бороться. Это очень опасно. С вами был канал Милашка Туцци. До свидания, удачи всем и всех с Новым Годом!